Партия была сложная. Несмотря на то, что я готовил эту линию, этот вариант, Максим меня все равно сумел удивить. После того, как я пошел в ладьер С1, это теоретическая позиция. В том числе была партия Динг-Лерен против Гири на турнире претендентов. И черные играли ладья Б8. И этому ходу я уделял основное внимание при подготовке. И соперник пошел в ладьер С6. И я долго раздумывал, но все-таки решился принципиально съесть сперва на С6 пешку, потом на Б6 ферзя. Жертва очень интересная. Я думаю, что объективно, конечно, черные должны держаться. Но в практической партии играть было не так просто. И я думаю, что все проблемы черных начались с того, что Максим сделал поверхностный ход. Пошел А6. Вместо этого нужно было играть либо Ж6, либо А5. Он сделал не очень удачную форточку. И Ф4. У меня уже угроза Ф5. И после Ф4, может быть, ладья А2, мне казалось, было посильнее. Ну, сложно сказать. А вот как он сыграл после конь Д2, конь Ф1, мне кажется, у меня преимущество. Вопрос, насколько большое. Но, как мне кажется, я достаточно хорошо реализовывал. Потом в конце, конечно, соперник помог ходу Малдеда 5. Допустил форсированный выигрыш. Но даже без этого, я думаю, что позиция должна постепенно выигрываться. Как считаете, довольны ли своей игрой из этих 6 туров прошедшие? Ну, конечно, доволен. Иду плюс 3, делю первое место. Это прекрасно. Ну, какие-то отдельно взятые, может быть, ошибки я допускал. Например, с Гагановым стоял получше. Но ничего такого сверхъестественного не было. Каких-то грубых ошибок пока что вроде бы не допускал. Поэтому в целом я доволен. Как планируете провести выходной день, учитывая, что послезавтра вы уже играете с Яном Непомнящим, вторым лидером турнира? Я думаю, то есть, либо супруга ко мне приедет, либо я вернусь домой и проведу время с женой, с детьми. Поэтому думаю, что по семейному проведу. Сергей, спасибо, удачи вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!